Зима близко. Растает ли первый снег и оказались ли готовы рязанские водители к осадкам? Еще один должник автоколонны 1310 должна своим сотрудникам более полумиллиона рублей. И в Тюзе выступает театр из Польши. Его называют ведущим в Европе. Зима, похоже, пришла в Рязанскую область. В четверг вечером выпал снег. Осадки в несколько раз увеличили количество аварий на дорогах. Большинство водителей не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Это в ГАИ называют главной причиной всплеска ДТП. Счет с зимним аварием был открыт еще в четверг. Резкое похолодание вечером привело к появлению гололеда. Трагическое ДТП со смертельным исходом произошло на Рязанском участке трассы М5. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ. В результате мужчина, находившийся за рулем, погиб. Его жена с травмами доставлена в больницу. Также пострадала их семилетняя дочь. Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует автовладельцам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. В эти дни во всех шиномонтажных мастерских аншлаги. Очереди растягиваются на несколько часов, а в некоторых автосервисах и вовсе просят больше не занимать. Погода на улице очень непредсказуемая. Яркое солнце может смениться проливным дождем. А в последние несколько дней улица Рязани и вовсе засыпает снегом. Автолюбители тут же побежали в автосервис менять летнюю резину на зимнюю. Специалисты же советуют делать это заранее. Когда на улице уже устоялась температура ниже 5 градусов по Цельсию, колеса пора менять. Летняя резина уже теряет свои свойства. Совет один. Обязательно советуйтесь с тем сервисом, которым вы привыкли пользоваться или с тем мастером, с которым вы всегда работаете. Зимняя резина из-за неправильных условий хранения могла сильно испортиться. Нам поведали о главных правилах хранения колес. Условия хранения резины тоже достаточно специфичные. Это должно быть темное помещение. Это с влажностью не менее 70%, чтобы она не пересыхала. Желательно, чтобы резина была чистая, запакована в пакеты, но не сырая при этом. В пакетах, но не сырая, потому что начало с апреля. И хоть сейчас очередь в автосервисе переполнена, сотрудники не отказывают никому и стараются максимально быстро и качественно поменять летнюю резину на зимнюю. Совет нашим уважаемым клиентам, автомобилистам города Рязани, забыла временно заботиться о безопасности движения, то есть в свое время менять резину. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Этот снегопад стал первым серьезным в этом году. В прошлом году снег лег в конце октября, а растаял только в марте. Но в этом году, говорят синоптики, снежного рекорда ждать не стоит. В выходные дни сохранится влияние атлантического циклона, который уже принес в наш регион местами сильный снег. Но долго он не пролежит. Ветер южных направлений пригонит более теплый воздух. В субботу и воскресенье местами ожидаются небольшие осадки. Ночью еще, возможно, в виде снега, мокрого снега, а днем в виде дождя. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. На отдельных участках дорог гололедится. Но так как температура воздуха у нас повышается, говорить об устойчивом снежном покрове и о серьезных гололедных явлениях пока еще рано. Не стоит отметить, что атмосферное давление сейчас пониженное. Сегодня оно будет в пределах 739 мм ртутного столба. При норме для резания 750 мм. И в ближайшие дни ожидается дальнейшее значительное его понижение. Поэтому метеочувствительным, метеозависимым людям нужно быть осторожнее и следить за своим самочувствием. Погодные условия не помеха для работы рязанских дорожников. Чтобы успеть сдать работу в срок, они укладывают асфальт прямо в снег. На одной из таких дорог побывала Галина Ершова. Она попыталась выяснить, надолго ли там теперь задержится новое дорожное покрытие. Асфальт в луже. Жители города возмущают, что дороги ремонтируют, несмотря на мокрую погоду. Такие случаи зафиксированы по всей Рязани. Ремонт продолжают на Куйбышевском шоссе, улице Комбайновой и перед перинатальным центром. Однако рабочие от комментариев отказываются. А сегодня до скольки планируется работать? Сегодня так. Ну да, сворачиваемся. Рязанцы с недоверием относятся к такому рвению рабочих. Они считают, что сделать качественную дорогу в таких погодных условиях невозможно. Воду класть асфальт – это как-то не очень. Я думаю, он недолго здесь пролежит. Мне кажется, у нас кругом по сравнению таких ситуаций. Я много где был, но я думаю, Рязани – это не единственный регион с таким вот беспределом. Торо, чтобы потом сошел вместе с асфальтом. Снег. Доверия нет, дорогие? Нет, конечно, нет какой доверия. Администрация города объясняет, что современные технологии позволяют продолжать дорожные работы при небольших осадках. А именно такие мы сейчас видим на улице. Официально прокомментировать ситуацию городские власти обещали на следующей неделе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Счетная палата нашла нарушение в Рязанской автоколонне номер 1310 – более чем на полмиллиона. Об этом сообщает сайт ведомства. Аудиторы обнаружили нарушение по начислению и выплате зарплаты на 630 тысяч рублей. О каких конкретно на нарушениях идет речь, в документе не уточняется. Аудиторы изучили деятельность автоколоны с января прошлого года по июнь 2017. Они нашли нарушение трудового законодательства, случай неэффективного расходования средств и необоснованное списание горюче-смазочных материалов из-за завышенных норм расхода. В Рязани появилась одна из первых эко-парковок. Сделали ее в песочне около роддома номер один. Что представляет она из себя и чем отличается от обычных, расскажет Валерий Седов. Городской родильный дом номер один. Именно здесь появилась первая в Рязани эко-парковка. Место было выбрано не случайно. Помимо важной социальной значимости объекта, здесь была проблема и посерьезней. Все время в роддом, когда приезжали, передачки передавать, да, папы, родственники, когда на выписку, парковаться негде было. Была грязь, были кусты какие-то, трава, машины ставили где угодно. Возможно было подъехать, было очень неудобно. Юлия и Анастасия когда-то были пациентками первого родильного дома. И на себе ощутили все тяготы и невзгоды дворовой территории. И теперь с открытием эко-парковки главная их эмоция – это радость. Это очень удобно. Здесь просто удобно будет парковаться. За вашей машиной выходишь не в грязь, а на зеленый газон. Что из себя представляет проект? Это экологическая парковка на газоне под специальными решетками. Ячеистое покрытие кладут на газон, благодаря чему автомобили не портят зеленых насаждений. Эко-паркинг широко распространен в странах Европы. Их срок службы составляет около 25 лет. Этот проект реализуется в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Он был создан по поручению исполняющего обязанности главы региона Сергея Карабасова. Значимость такой парковки уже оценил главный врач первого родильного дома. Ну, это, во-первых, имидж медицинского учреждения, это первая очередь. Второе – это эстетические условия. А третье – это настроение. Настроение тех посетителей, которые приезжают в этот дом, чтобы проведать своих родственников, будущих мам. Так что, я думаю, тут только одни плюсы. В следующем году планируется открыть минимум 40 эко-парковок. Предпочтение отдается социально важным объектам – больницы и школы. В настоящий момент определяются территории, в которых будет реализован этот проект. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Ведущий театр Европы впервые посетил Россию, а в гастрольное турне вошли лишь три города. Первый из них – Рязань. Трупы из Польши покажут здесь два детских спектакля. Однако, те проблемы, о которых говорится в постановке, поймут и взрослые. Я тебя вижу. Все меня видят, я же белый. Среди черных птиц и эстенок Фредерик выделяется не только цветом перьев, но и характером. Непоседый хотел появиться на свет на родине, в Европе. Однако, его родители вынуждены были эмигрировать в Африку. Здесь он встречает немало насмешек и завистников, но в то же время узнает настоящую дружбу. Спектакль исполнила польская труппа из ведущего театра Европы. Голова – это какое-то продолжение актера все-таки. Потому что даже в театре кукол актер – это самая главная вещь. А кукла, конечно, через куклу надо все это рассказывать. Управляться с огромными куклами непросто. Некоторые из них весят 12-14 килограмм. Их изготовила артистка из Южной Африки Яни Янге. Подобные конструкции используются в нескольких спектаклях театра. Эта постановка стала первой совместной работой. Тему для нее выбирали больше года. Что близко этих двух континентов. А и с другой стороны, какая-то провокация на разные современные темы. В основу спектакля легло произведение молодого польского драматурга Малины Пшеслюги, автора 12 книг и нескольких десятков пьес. Связь с ней театральная труппа держала по скайпу. Это было сложно, потому что все эти проблемы коммуникации других языков, других культур по музыке, по сценаристу, это сложно. Они так просто, сделать эти куклы после всех спектаклов. Мы покажем зрителям, как они сделаны. Это какой-то мастеристом, мне кажется. Полноценными участниками постановки стали и рязанские актеры. Они выступили в качестве переводчиков. Текст пьесы на русском языке им прислали заранее. А вот репетировать пришлось накануне ночью. Они сидят в радиорубке, они видят спектакль в сиюминутно, что происходит на сцене, и идет текст, перевод. Мы думаем, что не надо никаких титров, никакого синхронного перевода, потому что нам надо чувствовать немножко сцену. То, что другие говорят на... Потому что пьеса тоже об этом. Что одни говорят на посту, другие говорят на русском. Но мы должны пониматься все-таки. Черный здесь пьесе. А я белый, как мил. Разве в этом я виноват? Мне очень понравился пектакль. Он был очень веселый. Но было иногда страшно, когда была гроза. Костюмы, люди. То, что они так качественные играют. После премьеры в Рязани актеры польского театра отправятся в Иваново и Ярославль. На этом их тур по России закончится. Трупы будет ждать уже немецкий зритель. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В октябре во всех муниципальных образованиях региона проходит фестиваль ГТО для жителей области разных возрастов. Стоит сказать, что Рязанская область занимает второе место среди регионов, реализующих всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. А на данный момент с знаком отличия удостойны полторы тысячи рязанцев. Ни снег, ни сильный ветер не помешали выполнению нормативов ГТО в спортивном комплексе «Химик». 26 октября здесь стартовал 22-й фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Но на этот раз он сильно отличался. В связи с тем, что проводится такой фестиваль ГТО «Одна страна, одна команда» по инициативе Минспорта Российской Федерации, там поставлены несколько другие задачи. Мы ждем от ребят и взрослых, в том числе, которые будут принимать участие в декаде ГТО в нашей, выполнение нормативов не на знак отличия, а на тот результат, который для них считается максимально возможным. По итогам фестиваля будут выбраны лучшие результаты. И победители поедут на Всероссийский спортивный форум. О том, что участники покажут себя в лучшем свете, сомнений нет. От ребят ждем, чтобы они показали самый свой лучший, самый рекордный результат. И с этим результатом уже определились как победители этого фестиваля. По словам директора спортивного комплекса Виктора Горшкова, на этот фестиваль принято около 300 заявок. Выполнение нормативов ГТО разбито на два дня. Программа включает в себя подтягивания, рывок гири весом 16 килограмм, прыжок в длину, метание гранат и многое другое. Принять участие в выполнении норм ГТО может любой желающий. На данный момент этой возможностью воспользовались уже более 7 тысяч рязанцев. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Качество и комфорт – основные принципы работы заправок марки «Шелл». АЗС, которые выбирают водителям, знающие толк в топливе и с любовью, относящиеся к своему транспортному средству. В чем секрет заправок «Шелл», расскажет Галина Ершова. Если раньше АЗС ассоциировались исключительно с заправкой, то сегодня водители предпочитают многофункциональные автозаправочные комплексы. На АЗС «Шелл» автомобилисты могут не только заправиться качественным топливом, но и отдохнуть, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, порадовать себя ароматным кофе, свежей выпечкой и закусками. Для удобства клиентов на АЗС установлены банкомат и терминал. В магазине представлено более тысячи наименований товаров. Среди них особой популярностью пользуются фирменные под маркой «Шелл». Я вообще регулярно заправляюсь на заправках «Шелл». После заправки машина заметно шустрее. И обслуживание приятное, приятный зал. Качественное топливо, высокий уровень сервиса и отношение к каждому клиенту как гостю давно стало визитной карточкой автозаправочного комплекса «Шелл». Абсолютно на всех заправках клиентам предложат мойку стекол и фар, дали в стеклоомывателя и проверку уровня масла в автомобиле. А еще на АЗС «Шелл» действует программа лояльности «Шелл Клаб Смарт». Получить карту можно бесплатно на кассе. Для участников программы действуют уникальные предложения, скидки на топливо и возможность приобрести эксклюзивные подарки «Феррари» и «БМВ». Оценить качество топлива и высокий уровень обслуживания может каждый автомобилист. Ведь под брендом «Шелл» в Рязани открыты уже 5 АЗС. В Рязани открылся первый ортопедический магазин. Здесь можно найти не только узкие товары для правильной осанки и красивой походки, но и специальные товары для ухода за тяжело больными людьми. Хорошо знакомая рязанцам сеть аптека «Гиппократ» открыла специализированный ортопедический магазин в микрорайоне Конищева на улице Интернациональной, дом 4, напротив поликлиники областной клинической больницы. Пациентам с проблемами в опорно-двигательном аппарате. Здесь можно найти все самое необходимое для реабилитации. Многое из ассортимента облегчит задачу тем, кто ухаживает за лежачими больными. В нашем магазине представлен широкий ассортимент средств по уходу в быту. Имеется многофункциональная механическая кровать для лежачих больных. У нее удобный поручень. Имеется приспособление для приподнятия больного. Также имеется приспособление для капельниц. «Гиппократ» специализируется на средствах реабилитации, ортопедии, медицинской техники и работает с ведущими производителями. Такое сотрудничество позволяет делать цены на товары низкими. У нас представлен широкий ассортимент средств реабилитации. Это костыли, ходунки различного вида, на колесиках, без них шагающие, с упором, с тем, чтобы человек мог присесть. В ассортименте магазина представлены технические средства и продукция, которая существенно облегчает жизнь инвалидам и пожилым людям. «Гиппократ» предлагает купить санитарные приспособления, ванны для мытья головы и тела, судно, влажные салфетки, а также различные косметические средства для гигиены. Все эти изделия необходимы для того, чтобы обезопасить и упростить прохождение гигиенических процедур людям, у которых присутствуют те или иные ограничения по здоровью. Для людей с ограниченными возможностями здесь имеется широкий выбор специальных колясок. Они очень легкие, они очень удобные, складываются одним движением. Вот так вот раз и она сложилась. То есть не вызывают технические каких-то там манипуляций серьезных, сложных. Помимо специальных товаров в «Гиппократе» можно найти товары для спортсменов, а также специальные корсеты, бандажи и ортопедические подушки. Многие люди в наше время жалуются на головную боль, но немногие знают, что причина в этом – шейный остеохондроз. В нашем магазине представлен широкий ассортимент ортопедических подушек. Они улучшают кровообращение, выполняют микромассаж и улучшают ваш сон. Первый ортопедический магазин сети аптека «Гиппократ» открыл свои двери по адресу улицы Интернациональная, дом 4, напротив поликлиники областной клинической больницы. Персонал магазина прошел специальное обучение и может грамотно консультировать своих покупателей в выборе необходимых средств помощи и реабилитации для тех людей, кто имеет непростые проблемы со здоровьем. Осень – пора перемен, и несмотря на то, что природа засыпает, для людей открываются новые возможности. Всех тянет к теплу, уюту и заряду хорошего настроения. Именно поэтому для ресторанов Рязани настало самое время. Ресторан «Шандала», который расположен в самом центре Рязани на улице Почтовой, распахнул свои двери в новый сезон, который начнется с выступления известной музыкальной группы. Ресторан «Шандала» известен рязанцам своей атмосферой. Блюда, приготовленные на мангале, европейская кухня, живая музыка. Здравствуйте, товарищи! Дамы и господа! Это голос Токарева от Милли. Так у нас бывают злые люди иногда, вслух пускают, что тебя убили. Ресторан уже сейчас открылся для жителей и гостей нашего города. Несмотря на обновления, основная концепция ресторана сохранилась. Приятный интерьер «Шандалы» располагает к спокойствию. Такое оформление призвано снимать усталость и придавать уверенность в себе. Энергетика этого места создавалась годами. Гостеприимные хозяева вдохнули в вековые стены ранее располагавшегося здесь доходного дома Рязани современный дух. Тем самым возвели заведение на новый уровень. Ресторан «Шандала» за годы своего существования полюбился жителям и гостям города концертными вечерами, которые проходят здесь регулярно. Следующее музыкальное событие, открывающее новый сезон, состоится 3 ноября 2017 года. В первую пятницу ноября перед гостями здесь выступит знаменитый вокально-инструментальный ансамбль «Горпарк» с программой хитов 70-х и 80-х годов. В ресторане «Шандала» гости приобретают исключительное для нашего города настроение. Изысканные блюда, рецепты которых были заимствованы из разных стран мира, оттачивались годами. А приятная публика в сочетании с веселой или лирической музыкой в исполнении профессионалов – такой атмосферы, пожалуй, нет ни в одном заведении нашего города. По пятницам и субботам гости всегда здесь могут насладиться живой музыкой. По своей концепции ресторан «Шандала» склонен к переменам, которые предназначены для комфортного отдыха. Это место всегда ждет своих любимых гостей. Стоит сказать, что в переводе с арабского «Шандала» означает «подсвечник». И это слово как нельзя кстати подходит к этому заведению, в котором также тепло, уютно и романтично, как на встрече при свечах. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте – город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова